Сержа-пастушок, поиграй! Рай, поиграй, поиграй, Серёжа! Серьезно, рожжёт! Подъём! Восемь часов, сорок минут, пятница, двадцать восьмое сентября. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это Русская служба новостей. Анастасия Ножко, ведущая программы, здравствуйте, Анастасия, как дела? Да что, с этим самолётом это баян какой-то, баян. Да-да, в омске якобы горит самолёт, на самом деле это учение. В омске народ фотографирует горящий самолёт, а это учение, так что всё спокойно. Я думаю, что... Да, спасибо большое, спасибо, большое всем, кто указал нам на то, что станция была отключена. Это техническое недоразумение, мы вернули позицию, всё, там что надо, там какие-то... Девушка в Смольном не туда, не то, не поткнула и так далее. Слушайте, значит, я хотел сказать про движение. Перед, перед Асташкой стоит, включая весь Лосиный остров, и до Ярославки, и потом до Асташки. Стоит также перед Волколамкой, как обычно, внешний МКАД. И стоит внутренний МКАД, как обычно, до Ясенева, от Дзержинского до Броша. И Рам через сайт пишет, Аварина Андропова в центре, под ремонтом есть одна плохая. Рам через сайт пишет, Рам через сайт пишет. Да, я хотел также сообщить вам, что я читаю вас в Питере, мои дорогие. Вот так-то. Ну, слушайте, значит, Собчак дали деньги. Ты понимаешь, что с неё бутылка? Ну, скажи, что с неё бутылка. Ну, я тебя очень прошу, потому что... Одна, одна десятая миллиона евро. Я ей дали. Одна, одна десятая миллиона евро. Евро. Ну, потому что так. Ну, потому что... Один миллион, внимание. Один миллион. Один миллион. А я сказал, одна, одна десятая миллиона евро. А, одна, одна, десятая. Всё, всё. Миллиона евро. То есть, один миллион и одна десятая миллиона евро. Один, запятая, один умножить на один, запятая, двадцать девять. Да, там 29-14 Равно Мало, миллион 419 Если на 1,3 умножить будет больше Значит, плюс Это миллион 419 долларов ей дали, да? Да Еще ей дали, 500 сколько там? 500 с лишним, не помню, 550 что ли, тысяч Много, а проценты дали это? Что? Это миллион 900, миллион 900 уже есть А значит, миллион 900 И миллион 960 И еще ей дали 20 где-то тысяч Или сколько-то долларов В рублях Это получается, что ей дали 2 миллиона долларов Понимаешь? 2 миллиона долларов Что значит дала? Она дала в Следственный комитет деньги Это лучший банк Следственный комитет это лучший банк на планете Они держали деньги Защищали, может быть У нее бы Яшин что-то украл Мы же не знаем А Следственный комитет передержал Деньги, можно сказать И возвращает Больше того Следственный комитет Извини меня Следственный комитет отмыл деньги То есть это как это? Объяснил по крайней мере их происхождение Сам себе? Да Это тебе как дубайские банки Которые моют грязные деньги Там какие-то Понимаешь? Это тебе как Как всевозможные мафиозные структуры Которые отмывают Ему Ей Ей Ксении Собчак Отмыли баблос У нее было по конвертам А у нее теперь на счете Как у благородной леди Ты пойми Ну это же круто Ну это же круто Ну я даже Не за процент отмыли Нет Не за процент Просто отмыли и все чисто А нам ничего не сказали Обратите внимание Нам ничего не сказали То есть ей сказали Представьте Смотри какая служба Приходит следственный комитет Мужчины Вежливые В пиджаках Все понимаешь Нет Вот Забирают конверты Росцепью В мешки Увозят И говорят Ксения Анатольевна Сообщите нам пожалуйста Номер счета Мы вам зальем баблос очищенный Отмытый Абсолютно Теперь только чисто ваш Понимаешь? Да Ну что это? Три месяца Куда она потратит Теперь скажи Зачем ей 2 миллиона долларов? Я не знаю Зачем ей 2 миллиона долларов? Квартира в Москве есть 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 у нее квартира? Есть Она не у Хахеля живет? Нет Она на пружине Была бы остроумная Если бы она жила у Хахеля А у нее бы жил Яршин Это было бы остроумно очень Так дальше Дальше Дача Дача не знаю В Юрмале То точно у нее есть квартира Известное дело Ну не важно Ладно У них в Репине дача Ну может В Репине под Петербургом На север от Питера Репина на север? Да Ну у них в Репине дача Дальше Машина есть Да Так Машина есть? Ну наверное А правильно Ее возит шофер на АС На АС классе Да правильно Так А детство что есть? Есть Да Норка есть Норка есть Куда ей 2 ляма деть? Объясни мне пожалуйста Ну не знаю Пусть бы она отдала их теперь на протестное движение Потому что все говорили Что это она нанимает Я бы не стала Болотников Я бы не стала Если честно Не стала бы Какая-то бессмысленная Мне кажется нации следует озаботиться Этими двумя миллионами Потому что 2 миллиона Без которых Ксения Анатольевна улыбалась И была счастлива Она и без них была счастлива Она потратит в азбуке вкус Я думаю где она правда Нет Она худеет Все время Как настоящая современная образованная девушка Она непрерывно худеет Какая азбука вкуса О чем ты говоришь В азбуке вкуса не продаются клизмы С главбировой солью А это единственное Продается по 500 тысяч рублей А это единственное Что нужно худеющей девушке Это клизма Это покупается во всех Во всех Ну так послушай меня Я бы озаботился этим Ребят Ксении Анатольевне Надо как-то На доме 2 у Собчак дача Мужа у нее нет Но мужа у нее нет Потому что она говорит Она современная девушка Она живет как современная девушка Зачем муж современной девушке Муж вообще не нужен Муж это Одноголовная боль Ходит направо налево Скотина Воняет и прочее Вот Александр Пушков что ли Нам тут какой-то Пишет постоянный слушатель А Пушка Доброе утро Говорит А нал в безнал превратить Стоит 3% Нал Нал Притом по конвертам Превратить в безнал Отмытый чистый Стоит 3% Товарищи Следственный комитет Бесплатно Чисто отмыл баблос Да Может быть это так с этого и начиналось Может быть это так и было заряжено Может быть в этом Специально горячая линия Нет скажи мне Может быть в этом был и смысл Ты как считаешь Может быть в этом был и смысл Может это сервис на дому Она вызвала их и все Сказала братва Отмоете мне баблос Почему так надо и все А Скажи нам милость Слушай теперь другой вопрос Следственный комитет Мне интересен тем Что и ты только что об этом сказала Если позволишь Да Что никаких объяснений Никаких Совершенно Вот это удивительно Позвонили адвокатам Говорят заезжайте Забирайте Или как-то там Вот это удивительно Потому что В ряде случаев Следственные органы Спускают дело на тормозах И вот в момент Когда следственные органы Что-то делать Начинают Начинают операцию Мы тоже сдвигаем брови Мы сдвигаем брови Потому что нам тревожно на душе Нам нехорошо становится Конечно А потом Следственный комитет Сбрасывает это дело Говорит Там мы пошутили Нет подождите Теперь объясните Теперь объясните Конечно Мы ждем объяснений По каждому слову Я думаю Что должен быть пресс-релиз Должен быть пресс-релиз Должен быть объяснение И мне кажется Что объяснение должно быть Это Собчак Ну Собчак Нет Посмотрите Вот тут принципиально Сергей Нет Смотрите Собчак У нее Совершенно справедливо Она может нам сказать Это там не ваше дело Мы я перед вами Не обязана Отчитываться Скажет она нам Она призывала Неправда Она выходила В общественное поле Да И она призывала общество Как бы голосила О несправедливости Она голосила Вот несправедливость Учинилась Говорила Ксения Анатольевна Она говорила Вот учинилась Несправедливость Если она так голосила, взывая к обществу, то она должна теперь объяснить обществу, что справедливость расторжествовала и... Нет, вот она все равно, как все-таки лицо... Она, может, и голосила, как угодно, кто угодно голосит. Хорошо, давай требовать ответа не от нее. Хорошо, давай тогда сделай мне уступку. Пусть мы будем надеяться, что Ксения Собчак объяснится. Она не обязана. Она не обязана, но может. Она не обязана, но может. Она не обязана, в смысле общественного, но может. А Следственный комитет обязан. Потому что Следственный комитет опорочил доброе имя. Обосрал с ног до головы. После чего сказал, мы пошутили. Извините, а как это вы пошутили, ребята? А как вы пошутили? Вы тогда дайте пресс-релиз. Конверт, конечно, конверт 1 X прим, там, я не знаю, деньги оттуда-то. Конверт 2 там, столько-то, сумма такая-то, деньги оттуда. Вы тогда объясните. Конечно. Если вы сумели, если вы сумели опорочить доброе имя, Ксения Собчак, давайте назад, обратку теперь. Теперь объясняйте нам по каждому конверту, как вы амикошонились, как вы опозорились, как вы обделались. Правильно? Да, то ли вам не удалось выяснить, там, например, происхождение этих денег, или что. И так хорошо, и так хорошо, процессуально невозможно уточнить, процессуально невозможно уточнить происхождение, поэтому мы считаем, что деньги... Собственно, переведем на счет. Переведем на счет. Может быть так. Следственные органы должны, обязаны, давать полное разъяснение того, что они делают. Ты согласна с этим? Абсолютно. Сто процентов. И я подчеркиваю, что не люди, к которым они пристают, должны давать объяснение. Может быть, они и не должны. Но Следственный комитет, если он пристает и это всем показывает, то он должен потом объяснять, что произошло. Дмитрий Новиков пишет мне в Твиттере. СК вчера заявил, что нарушение не выявлено. Это вся инфа. Но поймите, это недостаточная инфа. Это недостаточная. Ведь когда они брали, они трубили, в том числе через средства массовой информации. Когда они брали, они давали утечки. Понимаете? Теперь нарушение не выявлено. Это недостаточная. Тебя это удовлетворяет? Достаточно тебе? Что значит нарушение не выявлено? Это чушь. Не считают чужие деньги в приличном обществе, говорит Ходоровский. Что значит не считают? Они нам вывалили на нашу голову информацию. Загрузили на... Нас загрузили информацию. Лови, лови, лови. Она нехорошая. Вот есть нехорошая женщина. Это Ходоровский из Калифорнии мне пишет. Вот есть нехорошая женщина. Давайте все смотреть на нее косо. Давайте все смотреть на нее с предусуждением. Хорошо, мы начали смотреть на нее косо. Теперь они говорят, мы пошутили. Ходоровский, это нормально? Это нормально, что они говорят? Мы пошутили. Извините, ребят. Если вы пошутили, дайте объяснение. Я так считаю. Хорошо, мы читаем вас в Твиттере, мы читаем вас на русновости.ру и даже иногда читаем вас на плюс 7, 925, 101, 107, 0. Через минуту вернемся. В движении. В движении. Движение 5 баллов. Хорошее движение. Я думаю, вчера уже все уехали, ребят. Вот что. Нормальное движение. До Ясенева стоит. МКАД внутренний от Дзержинского. И проблемы на где-нибудь такое, с часу до двух по циферблату на внешнем МКАДе тоже. В городе Юг-Юг очень плохой. Вот здесь, где Андропова, где Хаширка, все ужасно скверно. А остальное, ну, Ленинградка и проспект Мира, ребят. Нормально. Нормально. Город нормальный. 4 балла. Ездим. В порядок. Алло, здравствуйте. Слушаю. Сергей, доброе утро. Мосфильм, ближе к третьему, значит, немножко начинает толкаться. Ну, а так в целом свободно. А на самом деле, это СКР отмыл денежки. Они их все поделили. А госбюджетик направили по делу. Собчак. Вот так это все обстоит. А самой Ксюше дали же деньги все равно? Ну. Конечно, дали. Ку-ку. Они отмыли денежки и отдали назад. Хозяйки. Алло, здравствуйте. Всегда слушаю. Доброе утро, Саша. Здравствуйте. Господин полицейский регулирует выезд с Волжского. Держит в Волжском минуту по 15. Вот. Чего-то ждет или он просто, так сказать, вас отсекает? Видимо, отсекает. Да. Но там на Волжском вряд ли там какое-то начальство. 7-8-8. То есть это не начальственные проезды. Нет. Это они просто пытаются целые кварталы, целые районы огромные отсечь. Как бы запретить им выезд. Алло, здравствуйте. Да. Добрый день, Юрий Москва. От Балашихинского шоссе до Черкизуна 2 часа. Инфернальные движения на руки по выделенной колосе. Вы правильно делаете. Непонятно, в чем причина. Такого не было. Спасибо. Спасибо. Инфернальное движение. 7-8-8-107-0. В движении. Где едете? Что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Доброе утро. Здрасте. От Халпуринской до Преображенской площади 40 минут. Плохо? Да, все плохо. Щелчок вообще стоит от МКАДа. А почему Яндекс дает 4 балла всего? Я не пойму. Может мне... Я тоже удивлен этому. Да, да, да. Все стоит вообще на руках. Волоколамка выезд стоит и плотненько говорит, нам 57-й. Слушайте, я перезагружаю. Вот, у меня 5 баллов сейчас показывает. Только что было 4. Сейчас показывает Яндекс. 5 баллов. 6 баллов. Но, клянусь, ничего не трогал. F5, Сергей. F5. Послушай меня. Ничего не делал. Он сам перезагружается. 4 балла. 5 баллов, 6 баллов. И все это я вижу глазами, как у меня сам перезагружается в считанные секунды. Все, 6 баллов. Теперь я в родном городе. Господи. Здравствуй, Родина. Вот он я, вот он я, твой сын. 6 баллов. Это нормально. Это нормально. Это прекрасно. 7-8-8-107-0. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло, Сергей. Здравствуйте. Это Дарья. Здравствуйте. Гагаринская площадь, Ленинский проспект. Тут есть небольшая авария с мотоциклом. И чуть подальше еще легкая авария, две легковушки. Движение в центр, да? Да, с центра от Гагаринской до по Ленинскому. Спасибо большое, Даша. Хорошего дня вам. Счастливо. Спасибо. Смотрите, значит, с мотоциклом авария на Гагаринской и еще с двумя легковушками авария на Гагаринской. 7-8-8-107-0. Алло, здравствуйте. Слушаю. Алло. Здравствуйте. Здрасте. С Истры до Кунцевской в ровный час. Это нормально же для вас? Это же для вас нормально? Нормально? Ну, да, рабочая. Нормально, нормально. От Истры до Кунцевской час. Нормально. 7-8-8-107-0. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте. Ой. Алло. Говорите, говорите. Выключите только радио, пожалуйста. Про Собчак. Про Собчак. Нет, нет, про Собчак уже не надо, папочка. Нет, нет, все, уже все. Собчак, все. 7-8-8-107-0. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Улица Яблочко в сторону центра. Все стоим, как обычно, плотненько. Как вас зовут? Я хочу пожелать вам хорошего дня. Меня зовут Екатерина. Екатерина, хорошего... Я буду рада услышать. Хорошего дня вам, Катя. Спасибо. Спасибо. Спасибо, счастливо. 7-8-8-107-0. Слушайте, щелчок стоит, потому что я в аварии на нем. Во, человек стоит в щелчке в аварии, и щелчок стоит в аварии. Прекрасно. Волгоградка въезд мертвый, пишет 14. Волгоградка въезд стоит. Выезд на Ленинградку из Шереметьева очень кислый. Это 98-й. Рига свободна. Из Венигородка ничего так. Прекрасное солнышко, пишет Яр. Да-да, бабье лето. 7-8-8-107-0. Алло, здравствуйте. Да, Каширское шоссе, пересечение с Ореховым. Тут что-то ремонтируют. Стоим, в общем, все, мертво. Спасибо, спасибо. Отлично, все, поехали, спорт. Кто же пастушок поиграет? Поехали. Раймажок Серёжа. Сиди. Время. Раймажок. Девять часов, три минуты, пятница, двадцать восьмое сентября. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это Русская служба новостей. Анастасия Аножко, ведущая программы. Здравствуйте, Анастасия. Доброе утро. Журналист, угрожавший убить главу Горного Алтая, сбежал из психбольницы. Он направляется в Москву. Да? Он направляется, я так понимаю, наверное, к главе Горного Алтая теперь, раз он обещал. Руслан Макаров. Было бы логично. Который пишет для оппозиционной газеты «Листок» сбежал из психбольницы. Он движется по направлению к Москве. Все-таки мне хотелось бы поддать тревоге какой-то. Давай договоримся? Да, давайте. Давайте мы его встретим. Как ты? Божественно. Ну, как мы его встретим? Слушай, полицейские прорвали самооборону, об этом вся пресса сегодня. Значит, оказывается, теперь не существует права, насколько я понимаю, вообще сопротивляться. Это вчерашнее постановление Пленума Верховного Суда. Верховного Совета чуть не сказал. Пленум Верховного Суда. По мнению судей, даже если действия сотрудника правоохранительных органов в отношении гражданина сопряжены с причинением вреда или угрозой его причинения, то есть если ты видишь, что в эту данную секунду сотрудник полиции сошел с ума, или он действует против закона о полиции, или он действует таким образом, что это абсолютно противоправно. И это может быть даже переодетый какой-то человек, мы же не знаем, мало ли кто в форме. Мошенники. Тебя реально убивает человек в форме, ты категорически не имеешь права, смотри, гражданам не следует сопротивляться, если их бьют полицейские. Об этом говорится в опубликованном накануне постановлении Пленума Верховного Суда. По мнению судей, даже если действия сотрудника сопряжены с причинением вреда, угрозой причинения, это не может служить поводом для самообороны. Как говорят правозащитники, таким образом ОМОНовцы, разгоняющие акции протеста, получат карт-бланшное избиение оппозиционеров. Дело в том, что это как раз то, к чему призывал я всегда. Если вас бьет сотрудник полиции, вы должны сделать лицо ласковое, и придерживать руки, скрестить руки в паху. На манер футболиста. Я тебе скажу почему, да, на манер футболиста, и даже лицо не прикрывать. Знаешь почему? Если ты прикрываешь лицо, Анастасиюшка, ты можешь их этим разозлить пуще, пуще разозлить. Вот ты лицо прикрываешь, а они скажут, ага, и тогда тебе достанется. Смотри в глаза. Нет, но... Лицо не прикрывай. Вот все удары по лицу, все удары по лицу, следует принять, следует принять, ничего не поделаешь. Мозг, сотрясение мозга и так далее, это нормально, это нормально. Придерживать руки в паху, больше нигде, все. А за ношение полицейской формы, если вы не полицейской, есть какое-нибудь наказание? Да, да, но ты в данный момент конкретно, когда тебя избивают, ты не знаешь это, настоящий полицейский или нет. Ты же этого не знаешь. Ты не знаешь, но ты знаешь про себя, что ты не настоящий полицейский, одеваешь полицейскую форму, он думает, что ты полицейский, не будет тебя бить. Вот такой вариант. А, то есть ты являешься на митинг прямо уже сразу в полицейской форме? Или вообще идешь по жизни в форме? Да, конечно, я думаю, что это надежнее, конечно. Еще фуражку на задней сиденье. Можете исправить юбчоночку какую-то? Юбчоночку, я вот об этом думаю, да. Юбчоночку. Это все, пилоточку и так далее. Или знаешь как, надо быть похожим на полицейского, который в увольнительной. А это как? Вот какие-то детали одежды, какие-то детали одежды. Офицерские ботинки. Вот старое время было. Знаешь, там выходит человек... Я так не умею. Выходит, нет, сейчас я объясню. Выходит человек в трениках, в трениках, и на нем военные ботинки такие коричневые. Вот сразу видно, что военный пошел в трениках. Или из госпиталя, как будто он сбежал из госпиталя Вишневского за водкой. Понимаешь, он идет в военных ботинках. Сразу видно. Значит, в госпитале, если вы сразу себе что-нибудь перележите, например, ваши навыки будут бить. Какой детально, да? Аксессуар какой-то. Нужен аксессуар. Нужен аксессуар, который полицейским скажет, что ты свой. Кабура. Очень интересно. Нужен аксессуар. Какой аксессуар? Здравствуйте. Насчет аксессуара не скажу, но, наверное, по той же логике надо и ягодицы раздвигать, чтобы бутылки встал. Да, спасибо, спасибо за готовность. Нет, нет, нет. Только лицо. Отдайте им лицо. Пусть они вас бьют. 7-8-8-107-0. Ничего другого нельзя. Алло, здравствуйте. Да, прошу вас. Добрый день, Сергей. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Пару слов по поводу формы. Да, да, нужен аксессуар, чтобы менты думали, что мы свои. Но это не было бы подсудно. Обнимание, очень важно. Давайте, прошу вас. Сейчас посмеемся. Я в загородах живу, лет 10. В районе Вау Тутинок стоит чучело, одетая в форму старшего лейтенанта милиции. Уже 7 дней. Да. Прямо напротив. Вот. Я думал, что это как бы сначала милиционер, но подсудки приглядевшись увидел, что это форма. 7 дней никто не снимает. Очень смешно. Но, можно вопрос. Это гайцы поставили, чтобы люди снижали скорость или просто чучело? Я думаю, что любители поставили, чтобы немножко посмеяться над гайцами и ежеснили. А это по приколу кто-то на неделю уже поставил чучело? Да, да, да. Неделю никто не снимает. Я езжу уже неделю в Макку работать и радуюсь. Спасибо, спасибо. 7, 8, 8. Слушайте, смотрите, внимание. Хитрая ножка придумала способ избежать побоев милиции. Мы должны иметь какой-то аксессуар, глядя на который, Мельтончик тут же смехнет, что мы свои. Но чтобы за это нас не поволокли участок. Понимаете? Что мы неправомочно, неправомерно что-то используем и так далее. Какие аксессуары мента нужны, чтобы менты смекнули, что мы свои? Алло, здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Это Московская область, Любовь Борисовна. Здравствуйте, Любовь Борисовна. Удовольствие получающее. Да, спасибо, не надо. Сразу к делу. Давайте, Любовь Борисовна. А вот насчет полиции я вам хочу сказать. У моего сына три милиции еще была, Билли. Просто так, ради шутки. И он был презвый совершенно. Он говорит, я бывший десантник, я просто сжался. Думает, он говорит, если я их помял, меня бы забрали. Да, сжался, сжался, в смысле терпел. Я просто терпел, говорит, у меня выхода не было никакого. Потому что учатся, как их там. И вот так вот терпел парень. Спасибо, спасибо. Терпеть, терпеть, терпеть. Когда вас избивают полицейские, за дело, не за дело, не важно. Арбий пишет. Терпеть, терпеть, терпеть. Минционеры всегда штаны свои не снимали, даже по гражданам. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Какой аксессуар нужен, чтобы менты признали своего? Я пенсионер МВД. Нужно под любую гражданскую одежду одеть милицейскую рубашку и галстук. Это не является нарушением закона. А, под курточку, милицейскую рубашку? Под любую курточку, под любую, одеть милицейскую рубашку и галстук. Так, чтобы манишка была видна. А брючата не надо? Что-что? Брючата, брючки не надо? Не-не-не, вот это уже нарушение будет. И, ну, соответственно, легкую небритость. И такой немножко туповатый вид. То есть нормально, нормально кроссовки, нормально джинсы. А можно кроссовки с разными шнурками и все, но обязательно вот это. А женщинам? А женщинам? А женщинам лучше быть именно рядом с таким мужчиной. Не надо, женщинам, конечно, конечно, женщина, женщина не может, женщина должна быть похожа на милицейскую самочку. Ну, это как? А как? Это леопардовая кофточка? Леопардовые туфельки. Леопардовые туфельки. Начни с туфелек. Чтобы поймите, самочка не по кофточке определяется. И детей надо сказать. Вы сверху вниз смотрите, бабы, а мы снизу вверх, понятно? Вы снизу вверх? Мы снизу вверх на вас смотрим. Снизу вверх. Понятно? Да. Да, зачем нам сверху вниз смотреть? Не знаю. Что там увидишь сверху? Прокута там, господи. Ну вот. Нет, мы смотрим себе. Значит, леопардовые туфельки. Леопардовые туфельки, пятнышки такие, тигровые. На шпильках. На шпильках. Обязательно. Конечно. И мини, наверное. Мини, чтобы точно... Микро. Нано. Как сим-картового пятого айфона. Сами ножницами обрежем. Ну, ладно, понятно. Понятно, нет способа, да. Рубашка, рубашка, галстучек. Ну, если я так сделаю, не поверят же. Туповатое выражение лица, допустим. Небритость. Легкая небритость. Я себе тушью нарисую. Попробуй. 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 Попробуй ходить чуточкой небритой. Поехали. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. Почитай, пожалуйста, нам российскую газету. Это Анастасия Ножко. Прошу вас, давайте. Да, теперь со знаком плюса в этом разъяснении вчера. Плюс. Значит, если раньше, вот помните эту грибницу, которая в Солочногорском районе пырнула нападавшего на нее из пустов, да? Да. На нее ведь и это... Напомню, она шла вдоль железнодорожного полотна. На нее напал таджикский джентльмен. Не таджикский, он был узбекский. Узбекский джентльмен. Другой джентльмен, узбекский, на нее напал. Она в его сторону своим грибницким, грибным ножом ткнула, честно говоря, в смысле освободиться, конечно. В смысле освободиться. Он не сразу отвалился. Он сказал, ах ты так. И очень стал ее за это ругать. Она поняла, что попытка освободиться провалилась. И он ее какое-то время еще тащил. А потом, оказывается, он терял кровь, потому что она попала в артерию, лег и умер. Так что, я не понимаю теперь. Как это связано с полицией объяснение? Это связано очень просто. И выяснилось, когда все приехали полицейские, есть начало умышленного убийства. То есть, при том, что ее сначала все поддерживали, ободряли, говорили, когда молодец. Да, молодец. Она скорую вызвала полицию, всех вызвали. Она вызвала скорую полицию, потом ее учили. Через день она смотрит протокол. Потом ее все учили интернетом, всем, что она дура. Если она запорола узбека, надо было тихонечко идти дальше. Спокойно. И никогда никому не говорить об этом случае. Вообще никому. Потому что тогда бы ее не преследовали. Конечно. Это известная практика. Кроме того, есть такая норма о превышении... Как ты свернулась сюда с полиции? С самообороны. Потому что Верховный суд не про полицию говорил. Он вообще про полицию вчера не говорил. А Верховный суд вчера разъяснял про самооборону. Вообще. Если будет ли такой... Вообще самооборону. Превышение необходимых норм. Например, к вам... На вас кто-то нападает, лезет, вы ему... Вы его ударили, он упал. Я... Слушай, внимание. Я ночью у себя в комнате слышу шорох. Да. Я просыпаюсь. Просыпаюсь. Из оружия у меня есть мобильный телефон. Ну, оружие. Самое большое оружие, которое у меня есть. Мобильный телефон. Вы включаете фонарик, начинайте светить глаза. Нет, я не могу светить глаза, потому что я должен сначала сообразить свои действия. Если я включу фонарик, я окажусь, сидя у себя на кровати, голым, перед человеком с пистолетом. Зачем мне это нужно? Значит, я какое-то время, пока он меня не убивает... Ищите берданку под кровать. Я думаю, каковы мои действия. Каковы мои действия. То есть, я думаю, что у меня есть. Например, я знаю, у меня комод рядом, там лейка, фотоаппарат лежит. Еще. У меня там нефриты. Окей. Еще, еще. Я знаю, у меня есть сабля, топор. Еще что-то я забыл. Так далее. Но не здесь. Еще ножей. И вы думаете, надо бы перевесить саблю над кроватью. Надо бы перевесить саблю над кроватью. На следующий раз. Вот. И я думаю, наконец-то я встаю, например, тихонечко, на четвереньке, доползаю до сабли и рублю движущийся объект. Оказывается, что это теща. Кошка. Теща. Дай мне помечтать. Теща. Дай мне помечтать. Почему ты не знаешь? Нет, почему ты кошка. Теща будет шуршать ночью в спальне. В моей спальне? Вот именно. Что она там делает? Нет. Конечно. Теща должна стучать, конечно. Слушай, значит, внимание. Я ее зарубал. Зарубил. Например. Да. Она, оказывается, искала свои вставные зубы, вставную челюсть. Ну да. Может быть. Вы превысили, конечно, да. Я превысил или нет? Вопрос. Ну, а теперь будет так, что нет. Потому что вы не знаете, кто и что. И в этом, ну, то есть почему-то все обратили внимание на то, что полицейским там и демонстрантам, значит, соответственно, можно нельзя отпираться. А самое-то главное, что нам разрешили самообороняться, судя по всему. Смотрите, есть докладчик в Верховной Сети, который рассказывает. Вот каждый раз, когда жертва нападения оказывалась сильней, следствие и суд по нормативам изучали, не были ли превышены пределы самообороны. Да. Стоило ли ударить послабее и так далее. Или насколько оправданно человек схватился за дубину. Да. Вот. Исследователи и судьи могли искренне сочувствовать человеку, который защищался, но ничего поделать не могли. Таков был порядок. Так теперь что объясняет. Сейчас закон смотрит на дело иначе. Если была реальная угроза жизни, человек будет прав. Даже если убьет нападавшего. Нельзя и речи заводить о превышении или нет. А если он думал... Внимание! Что значит была угроза жизни? Если он думал, что была, а ее не было. А ее не было. Теперь вопрос доказать, что была такая ситуация, что вы подумали, что была угроза и все. И не будет вообще такой темы, как превышение необходимости. Настя, можно я не поверю? Настя, я не верю нашему правосудию. Я не верю вот в это право на защиту личного человеческого достоинства. Я не верю. Всякий раз, когда речь идет о России. Понимаешь? В Англии верю. В Америке верю. Вот смотрите. В Португалии верю. В Верховный Супленум Верховный Сударь пояснил. А в России не верю. Пояснил. Да, не верю. Как оценить критерии опасного посягательства и неопасного? Есть признаки. Например, человека тяжело ранили в бою. Это уже признак, что было все серьезно. Или на него напали с оружием. Если вы видите оружие, да. Или стали душить. То есть вам нужно обязательно синяки, если вас душили, обязательно снять вот это вот все, что вот оно было. Кто в такой ситуации будет сомневаться, что жизнь вот-вот даст трещину? Правда, бывают ситуации, когда задним числом не все так очевидно. Допустим, пистолет оказался игрушечным. А бандит... Возвращайся, пожалуйста, к полиции. Возвращайся, пожалуйста, к полиции. К полиции. Да. Вернемся к полиции. Это... Господин Брэйвик. Да. Господин Брэйвик. Как был одет? Напомни мне, пожалуйста. А он какую-то форму надел смешную на себя. Тевтонского, что ли, или какого-то. Он был в форме. Что-то... Господин Брэйвик расстреливал людей, будучи в форме. Все принимали его за полицейского. Господин Брэйвик был полицейским, который убивал людей. Понятно, да? Значит, если Верховный суд не хочет, чтобы мы сопротивлялись полицейскому, Верховный суд хочет, чтобы мы подходили к господину Брэйвику и говорили. Товарищ господин, так сказать, Рашити... Нет, Сергей, Верховный суд поясняет, что поскольку не нашли компромиссы по поводу силовиков, отложили этот вопрос, это обсуждение. Хорошо, давай спросим наших слушателей. Похождение компромиссов. Давай спросим наших слушателей. Давай простую вещь, вот давай голосование, и потом обсудим. Простая вещь. Брэйвик был полицейским. Брэйвик ходил, расстреливал. И да, к нему подбегали все и говорили, что слышали выстрелы. Рашити доложит, товарищ полицейский. Мы слышали выстрелы. На что он их расстреливал? Они подбегали новые и новые, говорили, там вот проблемы, тут, так сказать, тела все. Да, он говорил, да, я знаю проблемы. Да, и расстреливал. И продолжал расстреливать. Десятками. Понятно, да? Значит, давай голосование. Смотри, скажите, Верховный суд пока не понимает, как, ну, в общем, дает понять, что сопротивляться полицейскому вообще. А мы не знаем, полицейский он или нет. То есть, по существу, человеку в спецодежде нельзя сопротивляться вообще ни при каких обстоятельствах. Пока. Вы поддерживаете это положение. 916-55-81. Поддерживаете. 916-55-81. Нет, вы считаете, что это неверно. 916-55-82. 916-55-81. Вы поддерживаете это положение. Человеку в форме. Человеку в форме. Он знает, что он делает. Нельзя сопротивляться. Нельзя. Потому что, ну, мало ли, так надо. Так надо. У него задание. 916-55-82. Надо тупо. Ну, и Евсюков был в форме. Евсюков ходил по магазину, расстреливал, будучи в форме. Значит, ну, так надо, наверное. Но он все-таки начальник управления внутренних дел. Понимаете? Важно. Отдел внутренних дел, простите. Но московского. Но какого? 916-55-82. Нет. Это неверное установление Верховного суда. Поехали. Через минуту решим. Подъем. Пленум Верховного суда дал разъяснение, что ни при каких обстоятельствах нельзя сопротивляться сотруднику полиции. Мы не знаем, в какой момент это сотрудник полиции. Мы не знаем всех видов формы полицейского. Мы не знаем. Потому что у полицейских есть такая форма и такая форма, еще вот такая форма. И разная, разная форма. От Юдашкина, от Версачи, от Хреначи, от Армании. Зимняя, летняя, парадная. Конечно, конечно. Генеральская. Джан Франко и так далее. То есть у них разная-разная форма. Мы не знаем, в какой момент это полицейские. Мы думаем, тогда лучше не сопротивляться перед любым человеком в форме. Любой человек в форме прав, потому что у него задание. Значит, вообще, начинает убивать, ты должен просто думать, что такое задание, наверное, это хорошо. Да, так думают 10,7% наших слушателей. 10,7% наших слушателей. 89,3% считают, что нет. Нет, это неверное утверждение. Мы обещали их, мы обещали обсудить. Вот обсуждаем. 788-107-0, телефон студии. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Это верно? Да, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Хотел сказать, полицейский, прежде чем определиться, что это полицейский, должен вам поделить удостоверение свое? Нет, а если Месилова идет, мы не знаем, какие-то люди, какие-то люди, но они в форме. Ну, он же не заказал, что он полицейский. Вот вас заставили ход за это. Ну и что, ну и что, а Верховный суд считает, что он полицейский. Потом в конце в суде он скажет, я был полицейский. А я скажу, а я не знал, откуда я знал? Существует закон о полиции? Я смотрю, даже полицейские формы разные. Есть ОМОН, у них тоже разная форма бывает. Такая, такая, такая. Там три вида формы. Ну, я согласен, у них полномочия разные. Поэтому, честно говоря, я так понимаю по Верховному суду, что любой человек в форме имеет право меня истязать, бить и убить. Любой. И даже охранник. А черт его знает охранник. Откуда я знаю, что он охранник? Я не знаю, он в форме. Он в форме, а я без формы. Вот и все, он в форме, значит так надо. Я, ну и откуда мне знать, а вдруг он... Я в форме. Ну, а вдруг он полицейский? Я же не знаю этого. Ну, как я, я что... Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, прошу вас. По поводу ваших высказаний, хочу сказать. Во-первых, сотрудники полиции, они представляются перед тем, как какие-то действия осуществлять? Неверно, в Нижнем Новгороде, в Нижнем Новгороде, дубинкой по голове женщине, худенькой, скромной женщине всадили дубинкой по голове, госпитализация, травма мозга, травма, понятно, не сотрясение, травма мозга. Понятно? Значит, не представлялся ни разу, ни разу. Значит, сотрудник полиции нарушил закон о полиции, в котором, конечно, он должен представляться. Он не может представляться, потому что он потом в суде сказал, что он думал, что ему угроза жизни от этой хрупкой маленькой девочки. Он думал, что она угрожает его жизни. Здоровый мужчина, 30-летний. Она такая, знаете, вот совсем субтильная. Вот и все. Он сказал, я думал, что от нее исходит угроза. Как он будет представляться? Вы тут не это самое, не ищите легких путей. 788-107-0. 788-107-0. Алло, здравствуйте, слушаю вас, да. Сергей, добрый день. Здравствуйте. Тезка ваша звонит. Да, здравствуйте, Сергей. Вы знаете, я вот на пенсии... Алло, алло. Дико жалко. Да, залипает что-то, залипает. Я понял, что вы отставной сотрудник МВД, но у меня залипает просто звук. 788-107-0. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Юрий Москва. Да, Юрий. Однекдот короткий, вы прямо на эту же тему. Парк ночи, крики, помогите, спасите насилы, побегает маниционера, снимает мужчину. Вы предъявите документы, он предъявит документы, они обращаются к девушке и девушке и говорят, газоночки, придется дать? Да, придется дать, придется дать. А я, простите, Юрий, Юрий. А, ушел, Юрий. У меня только что знакомая, знакомая, которая работает не в Москве, в издании, связанном с МВД, видела, как человек грубо, матом, пристал к водителю. К водителю автобуса, ну, угрожал. Угрожал грубо, матом, отвлекал от вождения. Тот, отвлекаясь, что-то оттявкивался, значит, водитель. Маршрутки, ну, автобуса, ну, не газелька, а побольше. Понятно, да? И она взялась, сделала замечание, что, ну, зачем вы отвлекаете водителя? Значит, при том, матом на него кричите, и все, нехорошо все это. Значит, этот тут же стал звонить, сказал, я с тобой доеду до остановки, ты у меня живая, не выйдешь отсюда. Значит, я с тобой выйду из автобуса, ты живая, до дома не дойдешь. А, значит, лаялись теперь уже с этой женщиной, с девушкой, молодая женщина, 25 лет. Вот, понимаешь, да? Лаялись, лаялись, лаялись. Уже от водителя он отстал. Он звонил, подмогу вызывал, братанов, которые братаны тоже встретят. Братаны тоже встретят. Значит, что там уже будет шайка, которая ее встретит. Она, ей позвать некого. Свидетели в автобусе, знаешь, травмат. Ночь, ночь. У нее нет травмата. Она достала удостоверение этого своего издания, журналистка. Достала удостоверение, что я вот туда, да я вообще, да я в МВД пойду. Он ей достал, сунул просто в нос удостоверение мента. Он мент, полицейский. Он полицейский. Действующий полицейский. И вызывал он полицию, чтобы ее избить. И до дома не дойдешь. Вот это все угрозы. Потому что она зацепила полицейского. Который матом ругался. Она, значит, попыталась как-то уладить. Что, мол, вы из полиции, и я вроде как с полицией. Но он ее отпустил. Сказал, живи пока. Значит, раз ты связан с МВД тоже, живи пока. Но он видел ее удостоверение, фамилию. Она теперь боится ходить из дома. То есть полиция, пойми ты, ну вот, а что делать? Полиция, это полиция. Полиция угрожает бандитской расправе. Российская газета приводит в пример в итоге Плевака. В конце 19 века. Который описал, защитил своих клиентов. Которые там вступили в итоге в конфликт на застолье. Да. За застольем. С одним представителем власти. Который в этот момент тоже сидел и ел. Он доказал в суде, что если не при исполнении, то есть если бы тут... 9 часов 30 минут он всегда потом получит разнарядку, что это было исполнение. 9.30 новости. Обзор печати. Вот помните те самые выговоры министрам, трём, которые должны были быть вынесены за неисполнение, так сказать, предвыборных или поствыборных заявлений президента. Выговоры, может быть, и были сделаны. И, собственно, бюджет был отправлен на доработку. Но на самом деле сейчас опять оказывается, что он практически никак не изменился. И теперь уже возвращается обратно и будет в Госдуме выноситься на голосование. Все газеты практически заметили, что он не изменился. И, собственно, вот, например, «Коммерсант» пишет непонятно. То ли это Кремль проиграл с Белым домом битву, так сказать, вот эту бюджетную. То ли мы приходим к парламентской форме правления, когда сейчас парламент сможет, возможно, заблокировать бюджет. Ну, поскольку он всё-таки не отвечает тем требованиям, которые были заявлены в самом начале срока президентского. В общем, бюджет на 13-15-е годы все рассматривают под лупой. Сегодня в любой газете есть публикации по этому поводу. Но по поводу нашей самообороны. Абсолютно большинство газет выделили ту часть выступления и разъяснения Верховного суда, которые относятся к сопротивлению именно представителям силовых структур, сотрудникам милиции. Вот редакционная колонка в ведомостях, жирным шрифтом, по крайней мере, в анонсе выделена. Демонстрант не имеет права теперь отбиваться от полицейских. Не подлежат полицейские уголовной ответственности за причиненный вред, если они действовали в соответствии с требованиями законов. Ну и бутылку, возможно, назовут спецсредством в кавычках. На этом заканчивается анонс в ведомостях. Но при этом, то есть со знаком скорее отрицательным, со знаком минусом, газеты прочитали вчерашнее разъяснение Верховного суда. Но есть российская газета, которая, конечно, традиционно в более таком позитивном ключе преподносит все эти новости. И в российской газете написано, что смысл разъяснения заключается в том, что теперь вас не будут, если вы при самообороне, неважно, от кого вы оборонялись, но речь не идет о полиции, да, просто вот вы обороняетесь. То есть неважно, какой вред вы нанесли человеку, если вы докажете, что вам показалось, что он может вас погубить, соответственно, потом вашу силу удара, так написали, не надо было ли ударить, стукнуть насильника послабее, теперь этого рассматривать не будут. А раньше по процедуре должны были и обязаны были рассмотреть, нельзя ли было как-то полегче обойтись с человеком, который вам угрожает. По поводу силовиков формулировка исчезла из постановления, хотя она изначально была. Из постановления Верховного суда. Но она исчезла, потому что не найдена компромиссного варианта. Вместе с тем докладчик заявил, что после проработки этого положения, в смысле возможности сопротивляться силовикам, Верховный суд вновь представит свои предложения. Поэтому, в общем, будем ждать, наверное. Москва берется за автоматы, это тоже ведомости. Московские власти хотят подстегнуть развитие индустрии именно торговых автоматов. Чиновники предлагают устанавливать их на улицах, оправдывая размещение, продавать на аукционах. Так что, кто собирался этим бизнесом заняться или кто уже им занимается, смотрите сегодняшние ведомости. Телеканал Совета Федерации будет вещать из столицы. Вот, запускают в интернете как будто бы какой-то телеканал, который прямо в Верхней Палате Парламента будет располагаться. Запуск намечен на начало 2013 года. Там уже студии и все такое. Правда, вещать он будет только через интернет. Называется Вместе РФ. Судимых лишат права на оружие. Это тоже известие. Россияне, имевшие судимость за преступления против личности, общественного порядка и безопасности, больше не смогут законно получать оружие. Такие поправки МВД намерены внести в закон об оружии. Есть еще по поводу Чечни. Чечня обвинила Минфин в ошибке для любителей посчитать, кто кого чем кормит. И, соответственно, цифр, как правило, никто точных не знает. Получается, что на 1 августа 2012 года уровень фактической бюджетной обеспеченности в Чечне составил 107%. Это следует из отчета Минфина перед правительством. Есть он в распоряжении известий. То, что показатель выше 100%, означает, что Чечня попадает в список регионов-доноров федерального бюджета. Но в чеченском Минфине уверены, что федеральный Минфин ошибся в расчетах. Все это связано с налоговой консолидацией Роснефти. И получится, что Чечня в сложном положении, несмотря на то, что там нефть добывается, зарплаты будет платить неоткуда. Ну и Ксении Собчак, вернули ее миллионы. На самом деле, вчера в Твиттере Ксения Собчак писала, что да, связали с ее адвокатами, но денег она пока не получила. Слушай, ты знаешь, что я хотел сказать про Собчак? Мне сейчас пишут в Твиттере, в Меншенс люди пишут в Твиттере, что она может что-то слила им. А могла быть сделка со следствием? Мы должны об этом узнать срочно. Послушай, мне кажется, Собчак могла сказать... То есть они ее взяли на крючок, сказали, Ксюша, расскажи нам всю правду про Ешину, условно говоря, что тебе удалось узнать. И она такая говорит, не скажу ни за что. Они говорят, пожалуйста, расскажи нам, тогда мы тебе вернем 2 миллиона долларов. А она говорит, ну ладно, хорошо, расскажу. А я вот не могу представить себе, вот в ее понятиях 2 миллиона это много или нет? Я бы, например, уж на ее месте не стала бы за 2 миллиона долларов. Ой, в любом понятии 2 миллиона это много, в любом понятии. Да, подойди как-нибудь к Михаилу Дмитриевичу Прохорову и скажи, Миша, у тебя дохренища денег, дай 2 миллиона. Увидишь, он тебе скажет, 2 миллиона большие деньги, Анастасиюшка. Он тебе скажет, очень назидательный. Скажет, да, что он подумает. Подойди к Элишеру Усманову. Не щебродка подумает. Всего 2 миллиона попросил. Нет. 2 миллиона для любого человека большие деньги. Не знаю. И она могла что-то слить, могла пойти на контакт со следствием, завербоваться за то, что ее вернули. Нет, честь дороже, что вы, не пошло. Честь дороже, да? Не, 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 она писала же статью, что надо жить в мире с собой. Не, 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 жить по справедливости, прям как Солженицын. Вы что, не помните? Ну, а что тут такого, если она будет работать на питерских? Что плохого-то? Как это? Вы разрушитесь, она будет работать на... В чем тут питерские? Вот я уже давно с Петербургом, ну, то есть я, конечно, в Петербурге... Нет, ну, послушайте, дело не о себе сейчас не про тебя, ты не сорачивай разговоры. Почему? Мы с ней в одно и то же время... Да ладно, она будет работать на своих соседей по подаче, по мэрии, по Петербургу, по всем. Да нет, нет, они же не разговаривают, соседи непосредственно не разговаривают с ней, Сергей. С ней же другие люди разговаривают. Я думаю, что она бы не стала. Я бы, ну, я не представляю себе... Вдруг она стала агентом охранки? Нет, она еще заработает денег, неважно. Я думаю, вынуждена... Так ей дали 2 миллиона потому, что она... Что? Потому что она в СНН пожаловалась, сказала, что ей денег... Фиг там, в СНН никого не парит. Потому что не поняли, они... Она правильно совершенно, она... Они говорят, налогов не платила, она говорит, вот еще не кончился. Вот я тебе скажу простую вещь. Дали почему-то. А почему? Дай, через минуту спросил. Чтобы не отдать, ты же нужно объяснить, почему не отдаешь? Нет, отдали почему-то. А почему отдали? Через минуту спрошу людей. Подъем. Мы продолжаем с Анастасией Аношко. Вот и что, мы позвоним сейчас Ксении Анатольевне Собчак. Я думаю, что время совсем раннее. И мне кажется, что она еще не проснулась. Ну, в смысле, попытаемся, попытаемся. Спокуха, я же не осуждаю. Да что ж такое-то, а? Я же не осуждаю. Она, кстати, никогда не опаздывала на лекцию. Я знаю. Ну, вот. Поэтому... Все, ну, о чем ты сейчас мне говоришь? Ну, ты такой... Как будто я осуждаю. Я не осуждаю. Но человек может спать в это время? Да, может, да. Может, да. Может. Он может спать, человек. Вот так. Она может не брать... И больше того, он даже и спит. Неизвестные номера. Я бы на ее месте не брала городские... Он даже и спит совершенно спокойный человек в это время. Не возьмет труп. Не возьмет? Надо смс-ку писать, предупреждать. Ну, я бы на ее месте написать, сколько ей всяких может звонить. Сумасшедшие звонки. Конечно. Ну, почему она? Надо смс-ку написать, что мы типа сейчас позвоним. Абонент не отвечает. Ну, спасибо. Оставьте сообщение после сигнала. А вы берете, Сергей, трубку, если вам городской номер какой-то новый звонит? Я вообще никогда не беру трубку, чтобы ты понимала. Вот, я и понимаю. Вообще никогда. Так поэтому надо и написать. Ну, трубку только если я вижу, что это звонок из редакции. Пишите смс-ку. Что? Ну, смс-ку напишите, я вам сейчас... Ну, потом, теперь что? Мне надо было написать на твоем обзоре печати. Понятно? Ну, все. Нет. Она что-то сделала. Почему ей отдали? Внимание. Почему ей отдали 2 миллиона долларов? Почему? В России не отдают, потому что это справедливость. Нет. Только не надо мне про справедливость толкать. Это еще способ дискредитации, Сергей. Согласитесь. Я вернула деньги, теперь все думают, что она что-то сделала. Ребята, у кого забирали следственные органы что-нибудь, и потом бы отдавали бы. Вот так вот просто отдавали бы, сказали, да мы ошиблись, фигли. Тут 2 миллиона мы забрали. Честно, ошиблись, ребят. Такое было с вами? Алло, здравствуйте. 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 Это Шиферов. Да, здравствуйте. Настя, тоже здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, да-да-да. Настя, тут, я думаю, очевидно, все. Мама позвонила дяде Вове. Мама позвонила дяде Вове? Мне кажется, мама уже давно не звонит дяде Вове, честно. Да. Да-да-да, там такие гонения пошли. По ощущениям, да. По ощущениям они не очень перезваниваются, нет. У нас следственные органы не отдают, нет. Скажите, легко выжучить назад у следственных органов свой кэш? Нелегко. Алло, здравствуйте. 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 Я думаю, что ей вернули за какой-то другой там... То есть был обмен любезностями, был обмен любезностями. Ну, от все так думают теперь, конечно. А какая любезность тогда? Ну, если бы она пошла через суд, то это года два-три растянулось бы судебная система. Давайте вот конкретных людей, которые... Система возврата. У меня конкретно отбиралось. И через суд, там, через года два был возврат. А тут так быстро. То есть у вас отбирали деньги следственные органы. Кто? МВД, ФСБ, кто? МВД. МВД. Вы возвращали свои деньги два года. Два года. Вы пошли на сотрудничество какое-то или нет? Вы бодались просто? Нет, просто через суд, через все вот эти правильные пути был возврат. Понятно. Два года. Вот человек. У человека отбирали деньги. Он их возвращал. Два года. У вас отбирали деньги. Здравствуйте. У вас отбирали деньги. Алло, здравствуйте. Я хотел сказать, что просто так вряд ли бы вернули. Просто у меня был случай, когда меня задержали за драку и как бы изъяли телефон, грубо говоря. Да. И потом не вернули. То есть я спрашивал, где мой телефон. Мне сказали, что никто не знает. Спросить там, ну, другого следователя и так далее. Телефон не вернули. Я думаю, что эти миллионы и точно... То есть по вашей практике вернуть что бы то ни было ценное у следователей невозможно. Оно им нужнее. Оно им нужнее. Ну, а я не соглашусь. Ну, слушай, давай не соглашайся. Если ты живешь под прицелом телекамеры всяких журналистов, это одно. А когда тебе телефон-то... Неправда. Не звать никак. Неправда. Правда, телефон действительно никто не помнит. Неправда. У Ходорковского были связи очень хорошие в Exxon, Mobil и в международных крупных еврейских организациях в Нью-Йорке. Крупные были связи у Ходорковского. Нифига это не действует никогда. Ну, так его и не освободили. Это не действуют никакие связи. В пиратной степени. Вот смотрите. Вот я тебе говорю, известнейший человек Ходорковский, известнейший. Со связями был всемирными, весь мир, весь мир, включая президента Соединенных Штатов, был за него. Ты мне сейчас только не вертись как уж на сковородке. Ты мне только что сказала, что Ксения человек со связями и человек под прицелом телекамеры. Ходорковский тогда... Ходорковский бьет твой пример. Я сказала... Ходорковский бьет твой пример, бьет. Признай это. Признай, признай. Нужно признавать хоть что-то. 7880-70... Алло, здравствуйте. Добрый день, это юрид Москва. Да, у вас забирали деньги, как вы их возвращали? Деньги даже, документы забирали. И мой телефон тоже, как предыдущий, звонил. Это было в шестом году, меня сдержали, я был в федеральном розыске. Вот, и потом этот телефон мне этот оперативник так и не отдал, Виберетский. Он ему понравился. Хороший телефон какой? Нет, копеечный телефон, я просто... Все равно в хозяйстве, а я вам объясню, все равно в хозяйстве пусть будет. Бабушке отдать, да? Пусть будет. Оно, может быть, и копеечку стоит, это для вас копеечку. А хозяйственный человек по-другому рассуждает. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, а можно я на первый вопрос? Да, у вас забирали деньги. Нет, по поводу Ксении, почему я... Давайте, давайте, мне нужно, чтобы у вас забирали деньги. Мне нужен конкретный пример, чтобы мы не были голословны. У вас забирали деньги, как вы их возвращали из ментовки? Давайте, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Это Сергей? Да, у вас забирали деньги. Да. Да. Но как вы их возвращали, расскажите, как вас зовут? Меня зовут Александр, я из Москвы. Никак. Никак. Никак, абсолютно. Как давно и сколько забрали? Ну, забрали 1500 рублей. Да, 1500, это немного. Это немного, но до этого был случай, я так же, как и вы, живу в Крылатском. Да, хорошее место, ветрено, там ветрено, дальше. Отчего мы делаемся ветрениками, кстати? Да. Вот, и у меня была девятка машина. Да. У меня сняли два колеса. И не вернули? Нет. Это кто, полиция, что ли, сняла? Да, ментовка. Вызвали меня в ОВД с окол. Показали за решеткой резину мою и сказали, ждите суда. Начался суд. А людей поймали. Ну, скажите на милость, я хоть надеюсь, что на вашей резине кто-то ездил, что ее не закопали. Нет, послушайте меня, было бы ужасно, если бы из ваших колес сделали клумбы. Но если на них кто-то ездил, все-таки, считайте, ну, из милиции, считайте, что ваша резина в правильное дело пошла. Ведь могут клумбы сделать, я сейчас объясню. Перед отделением милиции сделать клумбы. Алло, здравствуйте, я прошу вас. Алло, добрый день. Да, у вас забирали деньги в милицию. Да, да, у меня забирали 40 тысяч долларов, у меня забрали на Киевском вокзале, что там рынок был. Да. Значит, посадили в УАЗик, пока мне начали там спрашивать, где взяли, что, ну, показать чьи-то деньги. Подъехал другой милиции в УАЗик, оказалось, что тот, который меня задержал, УАЗик, был УАЗик с другого отделения, с другой территории. Так. Уже только мне вернули деньги и отпустили, а эти милки въехали, которые пытались забрать деньги. То есть эти ваши отбили ваши деньги у тех? Ну, они в эту территорию делили, я ни при чем просто попал подписаться. Ну, все-таки вам вернули деньги. Да, вернули. По аналогии с вами, как вы думаете, у Ксении Собчак могли делить территорию, например, СКР с ФСБ или кто? Ну, не знаю. Кто надавал по башке СКРовцам, кто? Ну, видишь, когда они делят территорию, две банды делят территорию, то тогда одним нехорошо, что одни украдут на территории других. Нехорошо. Как бы феодальное право, понимаешь? Да, конечно. И тогда это останавливает настоящий суверент территории, настоящий суверент феодальной территории, останавливает грабеж... Ну, это другой случай. Что? Ксения Анатольевна, может быть, такой же случай. Может быть, ее, простите, Ксению Анатольевну, у СКР отбила какая-то другая организация. Например, ФСБ. Я же не знаю, я спрашиваю. Кто-то более могущественный. Кто более могущественный, чем СКР? Назови мне, пожалуйста. Мог кто-то отбить. Традиционно. Сказать, что эта девочка наша. Это наша герла, не трож. Чувиха наша. Мы как долго разговаривали. Нет, ну я думаю, что просто... Просто, к сожалению, вот то, что они не выходят в общественное поле и не объясняют, что вообще это было, к сожалению... Так, все равно это неспроста. Ребята, вы думаете, что ей просто отдали по справедливости, значит, вы просто болваны. Нет, ну правда, ну там что-то есть. Ну давай вот проголосуем. Вы думаете, что ей отдали просто по справедливости? 916-55-81. По справедливости, ну там законы, все такое, параграф. Параграф воспарил и все такое. Нет, там какая-то есть история. 916-55-82. История с давлением и так далее. 916-55-82. Через минуту скажу вам результат. Звоним на биржу. Подъем. Фондовый рынок. Прогнозы и комментарии. 9.53. Прежде подведу итоги нашего голосования. Вот они. Я заканчиваю голосование. Ксении Собчак отдали деньги, потому что таков закон. Параграф воспарил и воцарил. В России просто действует закон. Так думают 14,4% наших слушателей. 85,6% наших слушателей считают, что там какой-то шахер-махер. Закулисный. 85,6%. Какой-то закулисный сговор. Там какая-то договоренность. Там либо ее вербанули, либо она ответный компромат выставила. Либо за нее впряглась какая-то более солидная банда, которая отбила ее у этой банды. Там какое-то было такое, что-то было. Считают 85,6%. Слушайте по бирже. Никей минус 1,1 вниз. Шанхай плюс 0,8. Гонконг плюс 0,29. Тайвань плюс 0,41. И Корея плюс 0,14. Это то, что мы имеем на Дальнем Востоке. Нефть немножечко подросла и стала у нас сейчас Айс Брент, насколько я вижу, 112,30. 112,30 плюс 0,26 по Бренту. То есть нефть чуть-чуть отрастает и доллар-евро тоже отрастает на позицию, которую он занимал в понедельник. 1,29.30 я вижу доллар-евро. Погнали дальше. Подъем. Подъем с Сергеем Доренко. На русской службе новостей. Единая электронная торговая площадка. Госзакупки. Госзакупки Андрей Кашутин. Здравствуйте, Андрей. Добрый день, Сергей. Здравствуйте. Что у вас интересного? Расскажите. У нас есть следующая лота, на которую хотелось бы обратить внимание. Поставка пресса для предприятия госкорпорации Росатана на 35 миллионов рублей. Вычислительная техника нужна в колледже автомобильного транспорта на 27 миллионов рублей. Капитальный ремонт необходим центральной аллее и центральному входу санатория России в городе Кисловодск на 22 миллиона. Фуражная кукуруза урожая 2019 года нужна в госкомплекс Завидово в СОР России на 10 миллионов рублей. Оборудование для Московской городской избирательной комиссии на 8 миллионов рублей. И автомобили для губ топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга на 4,8 миллиона. Спасибо огромное. Спасибо. Это был Андрей Кашутин. Единая электронная торговая площадка. Движемся дальше. Подъем. Русская служба новостей. В движении. В движении. У меня 6 баллов. У меня 6 баллов в движении. Да, скажи быстро. Что? Горит здание недостроенное на Новом Арбате в центре Москвы. Совсем скверно из-за ДТП въезжает Минка. Очень плохо. Очень плохо Минка. Остальные лучше, чем час назад, ребят. 6 баллов. И проблемы на шоссе энтузиастов. 2 ДТП и большие проблемы. И, собственно, рассосались те страшные пробки на МКАДе, которые были. Чуть-чуть лучше стало в движении. Спорт. Субтитры создавал DimaTorzok Десять часов четыре минуты. Пятница, двадцать восьмое сентября. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это Русская служба новостей. Анастасия Аношко. Доброе утро всем. Доброе утро, Сергей. Идет ставить поклонный крест. Еще одно сообщение, я пойду ставить кресты. Ну что это такое? Пожалуйста, я тебе дам музыку. Слушайте, Настя хочет ставить кресты. Конечно. Знак протеста. Это все музыкальное сопровождение. Я с бензобилой пойду, да, да. Как с бензобилой? Ну как? Наоборот, с лопатой. Его выпилить надо сначала, сколотить, а потом... Нет, ты купишь брусья. Десять на десять. Что мне их будет скрещать? Пятнадцать на пятнадцать. Ты вырубишь топором. Нет, у меня будет пила. Я такую выемку. Выемочку сделаешь? Потом дрелью надо, наверное, дырку просверлить. И там потом... Дрелью, потом болт ставишь какой-то. Лучше поставь несколько, два. Я тебе объясню, почему. Потому что и так по треугольничкам, чтобы держалось. Потому что на одном болте мало ли чего, это начнет болтаться. Понимаешь? Поклонный крест только что спилили в Ростовской области в канун... Так, подожди. Попрание поклонного креста произошло в день его особого прославления. Словественно, в сердцах... Вы же меня меньше интересует. В сердцах православных жителей Дона, кощунственные, мы надеемся, представитель ГУМВД последний громкий инцидент храма Христа Спасителя, коммунический суд, Надежду Толоконникову, признав виновным хулиганство. Интересное сообщение. Значит, это на Дону, на Дону, на Дону в Ростовской области только что спилили крест. В знак, или наоборот, в преддверии воздвижения креста Господня. Я думаю, понятия не имели о праздниках спиливающих. В ночь на 27-е, то есть уже, значит, не этой ночью, а уже как сутки назад. Все, значит, Настя испытывает чувство протеста. Ее достали спиливальщики, она теперь будет их воздвигать. Скажи, где ты будешь воздвигаться? Я везде, где буду идти, я буду воздвигать. Маленькие совсем. Пустое место. Майкроскопики? Ну и макроскопики тоже надо ставить. У меня дома много палочек этих, чопстикс. Чопстикс, вот чопстикс подойдут. Они подойдут, пропорции там изменить и все. Где вижу место, сразу раз, ну что это такое? Тебя достали спиливальщики. Меня достали спиливальщики бессмысленные. Спиливальщики? Потому что я тебе объясню, спиливальщики идиоты. Но спиливальщики же услышали какой-то сигнал, который у них в мозгу пробудил. Да, первый сигнал, что мы не позволим спиливать. Конечно. И они начали спиливать, а теперь надо... Конечно, спиливальщики услышали какой-то сигнал. Мы тоже услышим от спиливальщиков. Кто-то же разбудил спиливальщиков. Вот кто разбудил спиливальщиков? Я знаю. Это потусторонние, конечно же. Кто? Я думаю, если... Кто? ЦРУ, Обама, кто? Кто разбудил спиливальщиков? 788-107-0. Послушайте, спиливальщики идиоты, но их все больше. На прошлой неделе... Нет, на этой неделе креста три уже завалили. Значит, какой-то в Петербурге крест спилили. В Иркутской области крест спилили, и вот сейчас в Ростовской области крест спилили. Это пятница. Значит, в ночь на четверг. На этой неделе, насколько я понимаю, не за календарную неделю, а вот просто за семь дней, насколько я понимаю, спилино три креста в России. А я спрашиваю, вот этих идиотов, кто им послал сигнал, что надо, берите в руки топоры. Кто послал сигнал? Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Анасаси, добрый день. Я глубоко убежден, что это провокация для того, чтобы оправдать введение всех вот этих законов, связанных со защитой чувств верующих, ну, дабы как-то поиметь какой-то... То есть это провокация со стороны самих родителей? Я более чем уверен, что со стороны тех... А я нет. Ну, как бы... А я нет. У них руки отсохнут, если они такие вещи будут делать. Нет, нет. Нет, не со стороны родителей, а со стороны тех, кто сейчас, в общем-то, закручивает гайки для того, чтобы вот общественность как бы продолжала... То есть есть кто-то циничный? Есть кто-то циничный. Ну, это, в принципе, не занимать, я думаю... Да, 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 да. Есть кто-то циничный, притом не родители веры, а кто-то циничный есть, кто разжигает. И, так сказать, это специально делается, чтобы родители веры как-то немножко пришпорить их, немножко пришпорить. Алло, здравствуйте, да, здравствуйте. Кто послал сигнал вот этим идиотам уже три креста за неделю? Ну, и там на прошлой неделе тоже, и так каждую неделю, да, прошу вас. Ну, да, каждую неделю. Ну, на мой взгляд, конечно, в первую очередь сигнал послала федеральная судья Сарова, когда она зачитывала тот приговор, это очень, как сказать, по сути, такой сигнал мощный, да ладно, по сути, через неделю, наверное, уже первый по кресту был спилен тогда. Да, да. Другого варианта нет, когда федеральный судья от имени государства несет такую чушь в своем приговоре, такую макобесную чушь, реакция была... А как вас зовут? А как вас зовут? Тимур. Тимур, а дайте мне, Тимур, дайте мне другую какую-то, давайте я поставлю на голосование, значит, сигнал послала судья Сарова и такие, как она, а вот, а наоборот? А наоборот, ну, предыдущий слушатель предложил вариант провокации, знаете, в наше время чего только не бывает, вполне возможно, вспоминается, не знаю, закон об экстремизме, вспоминается закон об экстремизме, тоже было очень много странных случаев перед законом, когда принималось там какие-то ракты, там, погромы, манежки, как-то это все очень, слишком много совпадений возникает. Я верю в совпадающие случайности, вот я вам честно скажу. Надо же думать, но, знаете, тут другая ситуация, закон о защите чувств верующих принимается только сейчас, вот только сейчас внесли, а спиливать начали раньше, еще раньше, как раз, когда выступала Сарова. Да, 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 после нее послала Сарова, спасибо, Тимур, спасибо, Тимур считает, что сигнал спиливающим крестов только что пришло известие, что еще в Ростовской области на Дону, вот где казаки живут, как раз, спилили крест, у какого-то, так сказать, там, да, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Сергей Натя, я думаю, что-то сама церковь сделала. Церковь для того, чтобы заострить. Конечно. Заострить. Вариант мало, вот, честно, я не знаю, я попов видел мало, я попов видел мало, видел среди них людей, скажем так, кинников, не скажу цинников, кинников видел среди них, цинников видел, да, но способных на такую фигню не видел. Это же идиотизм, честно, не видел, то есть даже если вы расчеты... Не видел, честно скажу, честно, даже самые циничные из попов, которых я видел, абсолютно точно, близко даже не подойдут к такому делу или даже к придумыванию такого дела, честно, честно, это, ну, вот, по моей практике. Да, здравствуйте. Да. Алло. Да, здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Да, кто послал сигнал? Меня зовут Александр. Да, Александр. Я с Тульской области, вторые сутки не могу до вас дозвониться. Ну, что вы эти, ну, вот дозвонились. Сергей. Да. Подслушайте меня, пожалуйста, не отключайте. Вы 40 секунд меня предупреждаете, а уже бы сказали, говорите. Я верующий человек. Да. И по поводу вчерашнего разговора о чувствах оскорбления веры. Прошу вас, мы говорим сейчас о крестах и конкретный вопрос ставим. Кто послал сигнал спиливателям? Вот какой-то сигнал они получили в мозг, понимаете? Кто? Как это? Это делают, скорее всего, сатанисты. Сатанисты. Или те люди, которые заинтересованы. А кто? А почему вот скажите? Скажите, а два года назад не делали, а сейчас делают? Значит, какой-то сигнал все-таки был. Сигнал. Кто послал сигнал? За ними кто-то стоит. Ну, кто? Ну, кто? Ну, кто? Вот кто послал сигнал? Я уверен. Ну, давайте так. Как вас зовут? Как вас зовут? Александр. Александр. Я абсолютно уверен, я абсолютно уверен, что организатора нет. Но есть что-то происшедшее, что они прочитали как сигнал. Понимаете, да? Вы можете меня дальше послушать? Я могу. Но вы вообще не хотите реплику никакую-то мне возразить? Нет, нет. Да возразите. Нет. Я не то, что возражать буду. Это, конечно, кощунство. Да нет же. Это все знают. Это все знают, что кощунство. Вопрос по-другому. И по-другому. Кто организатор? Я считаю, что им сигнал конкретный не посылали. Но в воздухе что-то стало мерцать, как бы. Что-то в воздухе что-то, они прочитали как сигнал. Вы против этой точки зрения? Я вообще против всякого кощунства. Это мы тоже. Вы тут с нами абсолютно совпадаете. Спасибо большое. Это Александр из Тульской области. Тем не менее, он не ответил на вопрос. Слушайте, у Александра был месседж какой-то, который он хотел познакомить мир с месседжем. И он, конечно, очень важный. Но он довольно банален. Потому что мы разделяем его точку зрения. Здесь абсолютно все слушатели. Абсолютно все слушатели. И абсолютно все, кто сейчас с нами, все разделяют его точку зрения. Поэтому это банально. Спросите, Александр. Несмотря на вашу потребность изрыгнуть банальность, мы ее ценим и все такое. Вот. Да, слушай. Значит, а как они получили этот сигнал? Давайте все-таки я произнесу. Давайте, конечно. А что вы? Это сигнал к спиливанию крестов. Дали. Пусть и рай, это ли судья сыровый. Вот что я хочу предложить на голосование. Смотрите, значит, получили какой-то сигнал спиливателя. Я абсолютно убежден, что нет организатора. Просто что-то прозвучало в мозгах идиотов, что они пошли спиливать кресты. Что-то прозвучало в мозгах. Понимаешь? Что-то вошло в резонанс. Что-то вошло в резонанс. И это что-то. Поступок пуссирает. Минуточку. Это что-то. Поступок пуссирает. 916-55-81. Это что-то преследование пуссирает и поступки судьи сыровой. 916-55-82. Именно почему каждую неделю мы слышим о спиливании крестов. На этой неделе, напомню, три креста были спилены. Во всех случаях, за семь дней. Может быть, я тут ошибаюсь в смысле этой недели. Но за семь дней точно три креста. Точно три креста. Значит, и какое-то событие подтолкнуло идиотов. Все-таки, вот мне кажется. Это событие, скорее всего, пляска в храме пуссирает. 916-55-81. Это событие хамсуд. Хамсуд. Судья Сырова. И вот это вот омерзительное зрелище, которое мы наблюдали в хамсуде. 916-55-82. Через минуту скажу вам результат. Подъем. Так, да-да-да, Настя, что? Нет, это сообщение на ленте, но после, наверное, голосования. Давай-давай-давай. У нас 514 человек проголосовало. Я заканчиваю это голосование. Значит, смотрите. Мы слышим о том, что свалили крест в Орловской области, в Петербурге, Иркутской области. И теперь последнее сообщение. Это все, это все вот за последние дни. И сегодня последнее сообщение. На Дону, в Казачьем краю, на Дону спилили крест только что. Пришло сообщение. Интерфакс, что ли, да? Не помнишь? Значит, мы спрашиваем. Спрашиваем, мы спрашиваем. Вот этим вот, сказать, я абсолютно убежден, что нет никакой организации. Но есть какие-то местные идиоты. Вот этим местным идиотам, что стало сигналом к спиливанию крестов? Поступок пусть рает, считает 28,3% нашей аудитории. Нет, омерзительный хамсуд стал сигналом к спиливанию крестов. 71,7%. 71,7% наших слушателей так считает. Ну так вот, я, конечно, считаю, что на самом деле истина всегда посредине. На самом деле истина всегда посредине. Но мы знаем, что прославлены были, пусть рает прославлены, в смысле выхода в широкий... Ославлены и прославлены, пусть рает были, безусловно, усилиями церкви и, безусловно, усилиями светского государства. Иного... В ином случае все их акции были бы, вот как они и прежде были, подпольные, о них никто не слышал, кроме там двух-трех человек. И там, о них бы узнали, ну хорошо, там, 20 тысяч каких-нибудь... Подписчики ЖЖ Пуцера с Армониума узнали. Ну вот, а это не так много, это совсем мало. Да, совсем мало. Да, Юра Таксист ругается, что я не читаю. Да, Юра Таксист, спасибо за то, что вы меня присунили. Очень правильно сделали. Не читайте смс-портал. Ну да, ну да. Я стараюсь, я стараюсь больше. Сейчас вот в Твиттере я читаю и увлекся, я знаете, хочу быть, ну, Тико Модерно, хочу быть модным мальчиком. Хочу быть модным мальчиком. Кстати, если мы говорим о Тико Модерно, и мы говорим об этом самом, о испанском, о чем-то таком, ты знаешь, что Чавес назвал свою собачку Руссо? Да, я, во-первых, удивилась, что подарили собачку. Я, во-первых, удивился, что Сечин припер ему черного терьера, которая основа... Ты знаешь, что черный терьер – это собака, которая создана из всего нерусского. Там нет никакой русской даже крови близко. Ты знаешь, да? А русские собаки есть вообще? Русских собак нет, кроме западно-сибирской лайки, которая, конечно же, не русская, а финно-угорская. Значит, русских собак нет. Но русские держат патент перед мировым сообществом на среднеазиатскую собаку, среднеазиатскую овчарку. Как ни странно, да? Это может показаться странным, но вот мы первые ее зарегистрировали. Русские гордятся, что самоед, английская порода самоед, это английская порода, когда-то был вывезен из России. И русские гордятся тем, что американская порода хаски когда-то была вывезена, одна упряжка или две упряжки с Чукотки. Значит, но это американская порода, выведенная американцами на основе какой-то упряжки с Чукотки. Самоед это английская порода, выведенная на основе какого-то кобеля, вывезенного с Северного Урала. Ну и так далее. Русской собаки не существует таким образом. Не существует. Черный терьер создан из таких русских пород, как Ризеншнауцер, Ньюфаундленд, значит, и Ротвейлер. Это вот это все русские породы, как представляете. Ну, неважно. Подарили, значит, Чавесу сейчас собаку, вот эту черную терьер, черного терьера, довольно сырую собаку по психике. Ой, он такой большой вывез. Да, он большой, он большой. А у моей подружки у мамы была такая собака. Дурной, как я не могу. Нет, наверное, ты путаешь. Вонючий. У твоей подружки именно был, наверное, Ризен. Нет, нет, у нее был именно черный терьер, и они разводили его там и получали... И Чавес назвал его Руссо, Аль Руссо. Аль Руссо. Собака Сталина. Да какая собака Сталина? Неопециальное название Сталина. Ну, я умоляю. Ну, это же собака, вызывающая жалость. Ну, неважно. Значит, и слушай меня. Он его назвал Аль Руссо, и мне стало неловко. Прикинь, как он зовет его. Ну, как? Он ему кричит. Русский место. Русский место. Русский убью. Русский к ноге. Русский подай тапки. Русский доешь со стола. А потом он говорит, ай, молодец. Ай, молодец русский. Ай, молодец. А русский, мало слушай русский. На задние лапы русский. Русский на задние лапы встал. Быстренько русский. Ну, иди. Ну, иди. Русский любит ласково. Даешь котлетку русский. Вот как он с ним обращается. Я думаю, он ласкает его. Он ласкает его. Будем надеяться, что когда вымахает этот щенок, он же будет большой достаточно, что он даст, так сказать, покажет свои клыки. Кому? Съест наконец Чавеса? Да. Короче, Чавес назвал собаку русский. И теперь вот он его... А что это за манера обмениваться и дарить щенков вообще? Каких-то разных породов. Только я смотрю, какая-то история. Ну, я тебе объясню. Это уже пошло, покатилось. Теперь уже невозможно с этим остановиться. Так крестами прямо. Невозможно остановиться. Какое-то время назад, поймите, это измельчание эпохи. В 90-е все дарили друг другу жеребцов. Все дарили друг другу жеребцов. Передавались Сечинам? Ну, как вы себе представляете? Нет, Сечин в то время носил папочку, маленькую крошечную папочку и так далее. Нет, совершенно по-другому выглядело все такое. Имел взгляд робкий, а не горделивый, как теперь. Нет, значит, нет, конечно. Дарили жеребцов. Ну, вот сейчас, видите, кризис, такая нагрузка жеребца содержать. Жеребца содержать. Я сам видел, как у Сергея Кужегетча был превосходный англо-киргизский какой-то жеребец, который назывался Киргизской верховой. Там было на 80% ЧКВшки, но неважно. В следующем году, в следующем десятилетии будут дарить котиков? Под влиянием интернета? Котиков, потом мышек, потом блошек. Ёжиков, ёжики, тоже менее. Потом блошек, ёжиков. Совок. Совок. Да. Ну, стыдно, что он зовет его русский. Русский к ноге, русский даешь котлету. Ну, стыдно. Я думал, он не будет с ним общаться. Ну, гадость. Ужасно. Слушайте, наш друг Чавес, ваш друг Чавес, что это такое? Хорошо. Я хотел тебе про казаков сказать два слова. Про казаков, которые теперь, значит, не только пилят кресты, там у них в казачьем краю. Но они и защищают, наоборот, гельматоидов. А, наоборот, они против гельматоидов. Я надеюсь, это от Гельмана, да, бедного Марата? От Марата. Марата. Да. Значит, смотрите, что будет. К выставке под дурманящей вывеской «Винзавод», что расположен по адресу 4-й Сыромятнический переулок, дом 1, страня 6. Казаки снова придут 2-го октября. Знаете, шутка, шутка, картины Васи Ложкина «Ожили и сами явились на «Винзавод», это про казаков». Смотрите, подготовлены серьезнее. В том числе и согласовали с властями свой митинг протеста против выставки, оскорбляющей традиционные моральные и нравственные ценности чувства верующих. Традиционные моральные и нравственные ценности. Чувства верующих. Традиционные моральные и нравственные ценности. А это же свои ценности. Как нужно их навязывать? Если кто-то продолжает оскорблять народ России, среди верующих которого 80% православных граждан, пусть обходят указанные... Да, да, да. Ритуалы церкви православные соблюдают 4,5% наших граждан. 4,5%. Ну, там вот это все, что положено. Я забыл, что им положено, а что-то им положено. Ну вот, красят яйца существенно больше. Это правда. И 80% называются... 75, по-моему, называются просто... Красят яйца – это домашнее творчество, это святое, конечно. А то будет как... Так, слушай меня. Приглашаем всех казаков... Это мы делаем пропаганду сейчас. Можно я попропагандирую против Гельмана? Я думаю, Марат оценит это. Приглашаем всех казаков принять участие в согласованной с властями Москвы акции в защиту личности верующих граждан от противоправного посягательства, связанного со своепотреблением свободой слова, свободой самопражения и свободой творчества. Общий сбор на площади Курского вокзала в 15 часов 2 октября этого года. Начало пикетов в 16.30. Я хочу пойти. Возле выставки «Духовная брань». Пойдешь брониться? Можно? Умничка. Хорошо. Значит, смотрите. Этот выставк... Этот пикет... Вы пойдете с казаками. Вы пойдете с казаками. Вы считаете, что это сброд клоунов. Вы пойдете с казаками, потому что они действительно защищают и вашу нравственность тоже. 916-55-82... 81, простите. 916-55-81. Вы пойдете с казаками. Да. Они защищают и вашу нравственность тоже. Вы пойдете с казаками. 916-55-81. Нет, это опять сброд клоунов, которые пойдут трясти своими медалями и гнилыми зубами. 916-55-82. Через минуту скажу вам результат. Подъем. Поехали. Голосование заканчиваю. 31,8% считают, что это их поход. Вот поход казаков, который... Внимание, еще раз. Позвольте, я поагетирую. Я все-таки хотел бы массовости, потому что мне нужен настоящий... Настоящая заварушка. Ум бочинчераль, если уж мы перешли на венесуэльский и испанский. Сергей, пойдемте продолжим. Знаешь, что заварушка на венесуэльском и испанском будет бочинчер? Нет. Ум бочинчер реаль... Ой, дальше уже не цензура. Все, значит, остановились. Слушай, это самое... Значит, пойдем мы с тобой? Нет? Конечно. Нет. Я вообще не хожу. Оденемся. Я юный натуралист. Я юный натуралист. Если я склонился на муравейника, я прошу не считать меня муравьем. С какой стати вы думаете, что я муравей? Надо обещать пресс-карту на себя и специальный желтый, что-то отражающий... Жилет. Я что, дурак, что-то. Никогда в жизни не было. Значит, слушайте, общий сбор, товарищи, общий сбор. Нужно как можно больше людей собрать. Общий сбор казаков, которые пойдут защитить честь христианскую против картин, которых никто не видел, естественно. На площади Курского вокзала в 15.00. В 15.00. На площади Курского вокзала в 15.00. 2 октября этого года. Это хорошо, что мы агитируем, правильно? Это законно? 2 октября, это вторник. В 15.00. Во вторник они никто не работают. Это же казаки. Не забывай. Казаки не работают. На них работают эти... Рабы. А вторник? Рабы. Всякие. Русские, украинцы. На них работают. А казаки не работают. Они ходят усы так накручивают рукой. И вторая рука такая, лежать сюда ты и все. Поняла? Поняла? Все. Духовный брак. Товарищи, значит, 31,8% считают, что это их поход настоящий. 68,2% считают, что это ряженые клоуны с не своими медалями, которые опять пойдут демонстрировать свои гнилые зубы. 68,2%. Взаимоотношения казаков и москвичей дико непростые. В чем, где они, по-моему, очень... Вообще москвичи не любят казаков. И этому даже есть соответствующее монументальное произведение в бронзе. На площади 1905 года написано в бронзе, написано языком символов, что москвичи и казаки друг друга ненавидят. Это, к сожалению, страшная страница в истории взаимоотношений москвичей и казаков. Но именно на площади 1905 года мы видим, как москвичи стаскивают казака с седла. Они пытаются... А он пытается их избить, убить, ранить, уязвить. Поэтому отношения москвичей с казаками исторически, воспетые в бронзе, чудовищны. Там сцена ненависти москвичей к казакам на 1905 года. Я бы советовал казакам, прежде чем идти на винзавод, прошировать по 1905 года. А желательно прямо уже на лошадях ехать. А я думаю, они так и явятся. Ты думаешь, все явятся на лошадях? Не все, не все. Но если они на площади Курска, они будут вылезать из метро. Послушай меня, послушай меня, эти мешки с костями, которые ходили на винзавод в прошлый раз, посадить на нормального днамского жеребца, он их скинет за 5 секунд. 10.30, поехали дальше. Обзор печати. Итак, новость-то в общем может быть и не нова, но теперь новый комментарий. Людмила Алексеева в МК комментирует нововведение с 1 ноября в силу вступает закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Минсвязи постановило, что единый реестр черных сайтов будет вести Роскомнадзор. Список ресурсов, на которых нарушается закон, должен появиться в сети. Между тем, интернет-эксперты считают, что эта мера эффективной не будет, а правозащитники опасаются, что она станет инструментом тотальной цензуры. В общем, можете на сайте МК по этому поводу поспорить. У Антону Носика пост по этому поводу еще позавчера, кажется, был. Ну, в общем, обсуждение продолжается и ждем, собственно, списков, а также перекрытий. Ну, будет интересно, наверное, да? Коммерсант рассказывает, бюджет поддался незаметно. В Госдуму он попадет без президентских исправлений. Конфликт между Кремлем и Белым домом вокруг бюджета на 13-15-е годы выглядит исчерпанным. На встрече с президентом премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал о том, как доработан проект с учетом критики Владимира Путина. Но как следует из проекта, имеющегося в распоряжении коммерсанты, а также коммерсант дает почитать всем желающим у себя на сайте его, Белый дом отверг практически все инициативы Кремля. И по существу это тот же документ, который не понравился Владимиру Путину 18 сентября. Можете сами привести сравнительный анализ. На сайте коммерсант все выложено. Россия стала пятой в рейтинге низких налогов. Это по версии комсомолки. Ну, точнее, комсомолка рассказывает, что о нас думает компания KPMG. Они исследовали налоговые условия для ведения бизнеса в полутора десятках крупнейших экономик мира. Систему измерения выбрали необычную. Уровень нагрузки в США условно приняли за 100%. При расчете учитывали все основные сборы. Налоги на прибыль, имущество, выплаты в социальные фонды и так далее. Оказалось, что меньше всего объема законных поборов для бизнеса в Индии. Индекс для этой страны равен 49,7% от Соединенных Штатов, если плясать. За ней в рейтинге либеральных экономик следует Канада. Там 59,1%. Китай с 59,7%. Мексика. Ну и дальше Россия, как я уже сказала. Российская газета публикует рассказы, которые у Люкаев в прессе заявления. Всякие разные прогнозы. Рубль на волю, называется статья. До 30-40% могут дойти колебания курса нацвалюты через два года. Возможно, рубль будет, доллар точнее, будет стоить от 50 до 70 рублей. Это эксперты российской газеты уже сейчас предупреждают. Но речь идет, я напомню, о горизонте в два года. Завтрак с мэром, пожалуйста, для всех родителей, которые волнуются по поводу детского питания. Вот такой заголовок, естественно, он, внимание родителей привлекает. Вы знаете, что детей хотят частично, или сейчас началась такая программа по переосмыслению того, как детей кормить. Да, там есть компания «Конкорд», которая поставляет полуфабрикаты, которые предполагаются разогревать и подавать детям. Но как будто бы там есть какая-то автономия у заведующих и так далее. А тут вот, оказывается, вчера был день воспитателя, и Собянин в эту честь посетил один из детских садов, который находится, новый, который находится в районе Очакова-Матвеевская, который рассчитан на 150 детей. И попробовал завтрак, и там заведующая отдельно ему сказала, что мы ни на какое такое питание не переходим особо. У нас действительно будет повар, и никто не отменял вот эту детскую фирменную детсадовскую запеканку. Она так и будет там подаваться, твороженая имеется в виду запеканка. Ну и рассказали про то, что зарплаты, оказывается, у воспитателей вот в среднем 33 тысячи рублей по Москве. Не знаю, насколько это верно, но вот российская газета об этом так и пишет. В городе появятся подземные улицы. Это статья из «Известий». Столичные власти потратят около 26 миллионов рублей на только разработку схемы подземных улиц города. Я думаю, надо призвать, конечно, обязательно вот этого диггера, который на грани такой, который всем рассказывает, что Москва стоит на карсте и скоро провалится в ад. Вот, ждем комментариев. Но в «Известиях» по поводу подземных улиц можете более подробно посмотреть. Ксении Собчак вернули деньги, изъятые при обыске. Она написала в Твиттере, что счастливо, что настоящее счастье. Ты не когда-то заработал миллион, а когда у тебя его отняли и теперь вернули. Также все рассказывают и переосмысливают постановление Верховного суда, которое вчера разъяснял по поводу самообороны. Изъяли при этом из документа пункт по поводу самообороны по отношению к представителям власти, то есть силовикам МВД. И многие так и пишут теперь газеты, что теперь нас можно бить, если мы выходим на демонстрации как хочешь, куда хочешь. Главное, не сопротивляться. А в российской газете обращают скорее внимание на то, что теперь судьи не обязательно должны будут рассматривать вопрос, превысили ли вы допустимый лимит, превысили ли вы свою при самообороне необходимую силу или нет. Это теперь можно не смотреть. Но если по поводу милиционеров, то более подробно рассмотрят эксперты, придут к компромиссу, обязательно Верховный суд к этому вопросу вернется. 10.49. Это был обзор пресса с Анастасией Аножко. Подъем. Мы продолжаем с Анастасией Аножко. Да, Настя, скажи, пожалуйста, поправка. Да, поправка от слушателя. Конкорд поставляет не полуфабрикаты, а готовые блюда, да, с пролонгированным сроком годности при подаче на стол. Их требуют, соответственно, они требуют повторного разогрева, который запрещен нормами СанПин. Это поясняет Ольга, вот, уточняет. Ну, то есть, на самом деле, вот эта борьба, которая ведется за старые... Нельзя их разогревать, ребят. Ну, кто будет разогревать? Они же в этих... На волновках будут разогревать. Ну, подожди, но они же сразу разогревают в пластике. Ну, конечно. Там, вот, и фольга. Это мы не знаем. Но смысл-то в том, что СанПин... Все мы знаем. И вообще, вы знаете, что там такая колена, ну, то есть, это... Они разогревают это в пластике. Пластик дает диоксины. Сильнейший канцероген. Дети едят канцерогены с детства. Потом мы будем удивляться, что у них четвертая стадия рака в 30 лет. Понимаешь? Потому что пластик разогревать в микроволновке нельзя вообще никакой. Я не разогреваю даже тот, который как бы предназначен для микроволновок. Потому что я считаю, что я точно там не был на фабрике, и я не знаю, подмешали что-нибудь или нет. Разогревать можно только в керамике. Да там много вопросов, Сергей. А вы знаете, что там с заведующими такой разговор, они говорят, а можно мы заявление напишем, чтобы нам не меняли схему, чтобы у нас повар остался. И якобы глава департамента образования говорит, да, приносите заявление, но сразу два, а второе об увольнении. Ну, вот такая вот. Это по слухам, ну, конечно, никто подтверждать не будет, но это со слов заведующего, который задавал вопрос. Хорошо. Что? Что? То есть бороться они еще не разрешают с этим. То есть вы как бы, вот, нам говорят, пожалуйста, пожалуйста, вот у нас диалог, а на самом деле гнуть свою линию. Передел рынка, да, происходит вот это вот детское питание. Ну и скажи, ну и скажи, что делать. А делать родителей вот, слава богу, руки. Что ты делаешь? Скажи, ты мамочка, давай, вот давай мамочка расскажи. Вот, к сожалению, я, мне кажется, недостаточно активно себя веду, потому что я веду переписку с ответами. То есть сдала какую-нибудь свою Катю старшую, ты сдала уже в детские сады? Ну, она редко, но уходит, да. Редко, но уходит, и я там, соответственно, интересуюсь тоже. Я, во-первых, заглядывала, смотрела, что они там едят, просила не давать ей соки, потому что они там искусственно витаминизируются. Ну, это все понятно, контракты, да, там, с поставщиками вот на эти самые витамины и так далее. У Кати аллергии сейчас пошли, у моей лично Кати. Ну, а, понимаешь, а смотрите, какая коллизия. Значит, детей у нас можно, соответственно, с яслей, да, отправлять в садик. Это со скольки, скажи, со скольки. Ну, там, со скольки угодно. Но официально с трех лет берут. Вот детский сад начинается с трех лет. До трех лет это с яслей. Но яслей-то наверняка не с трех лет. Нет, яслей до трех лет называется сад. Да, короче, смотрите, какая история. Вы говорите, у моего ребенка, например, аллергия, да, и вы грешите на то, что из-за того, что изменили питание. Что вам говорит врач, главный, который отвечает за разработку меню? Он говорит, мы же не знаем, от чего аллергия. Может, аллергия на холод? Мы, правда, не знаем. А до пяти лет диагностику делать невозможно детям на аллергические реакции. Вы не можете сделать. Знаете, как диагностику делают на адрес, сыпят всякие препараты, смотрят на реакции, так понимают, на что у вас аллергия. Вот, этот способ к детям неприменим. Соответственно, доказать, что у вас аллергия на еду, вы не можете никак официально. И ответить вы ничего не можете, как бы, да, врачам. То есть, там такая целая большая история. Татьяна, я не хочу про ужасы слушать. Ты мне про ужасы не рассказывай. Ты мне расскажи сразу про выходы. Сразу про выходы. Какой выход? Выход скажи мне. Выход бороться, я думаю. Нет. Нет. Как? А что делать? Надо уступить территорию противнику. Но, уступив территорию, мы куда должны убраться? Куда? Объясни. То есть, мы должны, там, я не знаю, няню, там, что? Няню, это сопоставимость, ну, то есть, это стоимость. От тех, кто могут себе позволить. Тысяча долларов в среднем в месяц няня стоит. Средняя няня. У меня столько же стоит частный детский сад? Тысяча долларов, тридцатка. Няня или, да, тридцатка или сорокет. У кого как? У кого больше, получается? Там дальше плюс бесконечности. Слушай, подожди. А, значит, вопрос тогда, мотай назад. А, значит, а за детский сад ты штуку в день же даешь? В смысле, в частный? Сколько стоит? Нет, обычный государственный садик? Да. Обычный сад государственный 700 рублей в месяц на питание. 700 рублей в месяц на питание. Да, в среднем, да. Бесплатно. А в частный за тысячу? Да, за тысячу долларов. Нет. Почему в день-то? Вы же не семь дней, не семь дней. Да я знаю, садик, я слышал про одних людей. Ну, тысяч в день, условно. Тысяча рублей в день. Тысяча рублей в день. Да. То есть, двадцать тысяч получается. Двадцать две. Да. Правильно? Ну, так, в среднем тридцать тысяч стоит. В частном детском садике та же фигня или нет? В частном нет, все, что хочется. Давай спросим, послушайте меня. Они разогревают какая-то хрень, они дают какая-то... Я боюсь, потому что, поймите, ну, хотя бы надо детей, мне кажется, до того времени, как они начнут пить, курить и материться... Ну, хотя бы что ты делал? Материться я начал в семь. Пить я начал... Так и не начал. Пить я так и не начал. Я так и не начал пить. Может, мне запить? Слушай, да. Мне бы, может быть, следовало запить. Ну вот, потому что я так и не начал. Значит, и так далее. И мне кажется, что до какого-то возраста надо детей как-то вывести на нормальные жрачки. Понимаешь? Ну, хотелось бы. А потом они сами себе все испортят. Сами себе испортят. Под нормальной датчкой... Этой жрачкой я подразумеваю лапшу доширак. Алло, здравствуйте, да. А? Нормальная жрачка это лапша доширак? Мы ранее все любим. Что дают детям? Ну, я уже говорил, кошачий корм, еще что? Лапшу доширак. Да, здравствуйте. Алло, доброе утро, Артур. Да. У меня вот младший ходит как раз-таки в частный детский сад только для того, чтобы для общения. Ну вот сам лично заходил на кухню и кушал там. И вот четыре человека у него в группе, две няньки и одна воспитательница. Сколько стоит? Это частный детский сад. Сколько стоит? Тридцать две тысячи. Штука. Это... Ну да, но я зато онлайн могу посмотреть своего сына, что он делает. Я вижу всегда, постоянно. Это частный дом. Он на огороженной территории. Там бассейн, там у них все, там все. И я вижу. Это круто. Но еще скажите им, что правда, некоторые реально кретинки и так далее разогревают в пластиковой посуде жрачку. Скажите, что пластиковая посуда выделяет диоксины. Этого нельзя делать, ладно? Ну, нет, отдельно еще надо сказать, потому что все делают умные лица, после чего в микроволновку суют на пластиковой тарелочке разогревать. Либо вот в таком, в этом самом, в контейнере специальном пластиковом разогревают. Понятно, да? На тот свет кратчайшая дорога, Павел Ставич. Это сильнейшие канцерогены. Да, здравствуйте. Товарищ. Ну все. На аллергены кровь можно сдавать и в год и раньше. Мы сдавали. Пишет Дмитрий Брилл, у которого четверо детей, насколько я помню. Сейчас питание в саду проводится под лозунгом «Привить правильные пищевые привычки». Алло, здравствуйте. Добрый день. Расскажите про вашу горюшку вот с детьми и с этими питаниями ужасными. Никакой горюшки нет. Я бы хотел дать совет. Маленький. Давайте. Какой? Значит, вот вы, нет, ну вообще, вы говорите о лоббизме там и так далее. Да. Может быть, он как бы и есть, но опять же, доказательств нет никаких, да? Да. А я вам предлагаю компенсацию, как бы, для детей. То есть выдавать такие, ну, фронтовые, ну, не 100 грамм, а, знаете, вот, как бы... С собой что ли? А? С собой еду, что ли, давать свою? Тормозок, что ли? Нет, нет, почему? Нет, вы знаете, я про это думал. Можно я вопрос? Я сразу быстро вставку, а потом вы продолжите. Я про это думал, я даже на Ибэе изучил, есть такие специальные, помните, со слоном термосы древние, древнесоветские термосы японские, японские? Да, да, они были очень качественными. Зажируши. Вы будете смеяться, они есть до сих пор. Я выписал себе сейчас в Ибэе, купил зажируши. Есть эти зажируши со слоном, такие контейнеры для тормозка, чтобы с собой еду брать. Не разрешат, Сергей. Не разрешат, да? Потому что если вы положите тухлые, а садик будет нести ответственность. Я понял, 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 понял. А, продолжайте, извините. Нет, ну может быть это можно включить в какой-нибудь госзаказ, закупку сразу же там на всю группу, то есть тоже как вариант. Все, спасибо. Значит, вот эти зажируши со слоном, они не просто были, они есть. Ты будешь смеяться, они существуют. Я купила недавно такую, еще смеяться. Тормозочек? Смешного, да. Смотрите, вот те, кто первый раз звонят, это наверняка родители, которые ведут вот эту, собственно, борьбу и знают в подробностях всю эту историю. Давайте, давайте. Родители, родители, родители. Эй, родители. Как правильно пишет Лидивана. 788-107-0. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Я вам хотел сказать. Мне кажется, это Владимир Москва. Да, Владимир. Это вот компания «Конкорд», она вот с московским правительством. Нет, 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 можно я скажу, компания «Конкорд» это Пригожин, который личный друг Путина, и у которого он начинал у него в Петербурге, они поставляют у них, в общем, они поставляют кремлевские все эти фуршеты, еду, у них рестораны, сеть ресторанов в Петербурге, они сейчас в Белом доме открыли кафе, у них все хорошо, это давнишний известный поставщик. Дело не в этом, а дело в том, я сейчас думаю, что в принципе лучше гречки наварить. Чем трижды хороший «Конкорд», понимаете? Вот я считаю. С креветками, да, да, да. Понимаете, не надо с креветками, не надо, надо просто гречки наварить, просто. Алло. Да, ну, мне тоже кажется, но в нашей вот организации такой, как бы, она тоже присутствует, компания, и вообще... Так что, ну, слушайте, да, хорошо. Значит, внимание, 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 мы не хотим, чтобы наши дети хавали какие-то там их разогретую, вот это вот все, пожалуйста. Я говорю, по-настоящему, мне кажется, здоровее в тысячу раз лапши доширак с собой дать ребенку. Мне кажется, правильно? Даже не позволит Санфин ничего с собой давать ребенку. Не даст, нет. Нет, надо так, чтобы устроить, чтобы вы были уверены, как раньше, но не было... Хорошо, можно он будет дома все равно жрать кошачий корм? И, ну, с пола. Это можно, это можно. И, значит, лапшу доширак, а вот именно в детском садике пусть он жрет, пожалуйста, гречневую кашу. Можно до этого вот как-то подняться? Вот поэтому родители и борются. А Собянину отдельно заведующий говорит, что вот в нашем детском саду... Что? ...будет повар дальше, и мы не будем ничего никому разогревать. Как будто, да, вот российская газета публикует сегодня. Да. Ну, ну, непонятно, а в остальных садах что будет происходить? Нет, потому что мы изумляемся тому, что у нас по-прежнему здоровые люди в России. На самом деле, действительно здоровые, понимаешь? Как и спринтуролог пускай позвонил. Нет, ну, я не знаю, у нас в России, ну, так, в среднем, конечно, я не знаю, сейчас поколение, конечно, пошло такое странное поколение. Хлипкое. Сергей, про вас говорили тоже. Что говорили про меня? То же самое, про ваше поколение говорили тоже самое. Мое поколение полный отстой, просто говнище. Я ненавижу свое поколение. Оно состоит из моего поколения? Да. Геморроидальные идиоты. Поговори с моим поколением. Ни одного приличного человека. Не знаю, мне кажется. Конечно, мое поколение просто полный отстой. Но молодежь сейчас очень хлипкая. Мы говорим же о детях, которые нам надлежат им. Так, все, значит, тема не исчерпана, товарищи. Тема не исчерпана. Мы действительно хотим, чтобы дети ели гречневую кашу. Это нужно, для того, чтобы это наблюдать потом по веб-камере и на мобильном телефоне из собственной машины, нужно платить 32 тысячи в месяц за ребенка в частном детском саду. Либо бороться, Сергей. Где на четверых... С законными методами бороться. Минимание, на четверых детей, две няньки и одна еще воспитательница. Окей, три тетки ходят за четырьмя детьми с бассейном, хрен пойми и так далее. Полная фантастика за 32 тысячи. Я, кстати, забыл записать адресок. Поехали. Подъем. Русская служба новостей. В движении. Что движение? Движение роскошное. Только Калушка стоит и шоссе энтузиастов стоит. И еще стоит ДТП, где Одинцова сливается с Минкой. Все, нормально, нормально, ребята, движение. Слушай, мне пишут в Твиттере, мне пишут в Твиттере, что надо бабушке отдавать ребенка. Товарищи, бабушки старые рохли развалены. Бабушки сами себя ель доносят, кряхтя и попы, и так далее, пыхтя. Значит, надо это по-другому делать. Надо, чтобы бабушки были молодые. Вот мое предложение сделать, чтобы бабушки были молодые. Рожать надо в 14 лет. Правильно. Рожать в 14 лет. И бабушке в 30 лет нормально бы ходила... И бабушке будет 30. Внимаю, если несколько поколений русских женщин будут рожать в 14, то бабушке будет 28, 29, 30 лет. 30 лет. Бабушка будет молода. И она пошлет вас к черту с вашим ребенком и скажет, я еще сейчас... Про бабушке будет 44. Свою личную жизнь. Про бабушке будет 44, 40. А про бабушке как раз 60. А про бабушке будет 60. Она все еще будет молода. Ну да, сколько поколений женщин смогут позаботиться об этом ребенке. Понимаешь? Нет. Главное всем жить вместе. Главное рожать в 14 и жить всем. Вот жить всем вместе. Очень правильно. Очень правильно. Какая-то умница. Вот мы придумали выход этнографический, демографический и порнографический одновременно. Анастасия Ноножко провела этот выпуск. Ирина Спасская расскажет вам о спорте. А я пойду и проживу ее. Эту пятницу. 28 сентября. Подъем. Подъем с Сергеем Доренко. На русской службе. Новости.